Здравствуйте! В эфире телекомпания «Город» программа подробностей. Сегодня у нас в гостях заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда Призанской области Галина Сорокина. Здравствуйте! Здравствуйте! Галина Георгиевна, сегодня как на федеральном, так и на региональном уровне очень серьезен и актуален вопрос, касаемый легализации отношений, в частности, трудовых, между работодателями и работниками. Мы сегодня будем говорить о серых заработных платах. Расскажите, в первую очередь, само собой, о минусах. Они, конечно, всем известны, но напомнить лишним никогда не будет. Это, в первую очередь, и отсутствие оплаты отпуска, дальше невозможно человеку получить больничный лист, далее невозможно получить кредиты, и можно перечислять другие негативные явления, которые являются следствием вот таких вот трудовых отношений. Но я хотела бы отметить, помимо экономических вот таких проблем, еще являются в большей степени социальные проблемы. Социальные проблемы – это отсутствие социальной защищенности наших граждан, и, в первую очередь, отсутствие пенсионных прав. Работодатель в этом случае не начисляет страховые сносы на фонд оплаты труда. И не начисляет, но, естественно, он и не перечисляет в пенсионный фонд, и эти средства не учитывается на лицевом счете, и в дальнейшем не будут учтены при формировании его будущей пенсии. Вот сегодняшнее действующее наше законодательство, оно ориентировано на уровень заработной платы и на уровень трудового стажа. Вот в Российской Федерации у нас большую долю занимают страховые пенсии по старости и накопительные пенсии. Если гражданин официально не работает, то он не приобретет требуемое количество баллов и стажа, то в этом случае ему будет назначена социальная пенсия, которая устанавливается на 5 лет позже общеустановленного пенсионного возраста, и, естественно, размер его пенсии будет значительно ниже среднего размера пенсии, которая в регионе. Но есть еще такие моменты, что гражданин официально работает, но получает заработную плату в полном объеме, получает официально заработную плату не в полном объеме, какую часть он получает в конвертах, какую-то он официально. То есть надо здесь тоже учитывать, что он выработает все необходимые требования, но пенсия у него будет достаточно низкая. Поэтому сегодня действующее законодательство, как я уже сказала, и вообще все условия, они нацелены на то, чтобы гражданин все-таки оформлял трудовые отношения своим работодателям официально. И здесь нужно отметить высокую социальную ответственность самих работодателей, потому что работник не всегда по своей воле может идти на такой факт, как неофициальное отношение. А работодатель, получая прибыль дополнительную от неуплаты налогов, он тем самым наносит так называемый вред в социальном плане своим работникам. И только им, но не себе, к сожалению. Ну и как у нас на сегодняшний день? Расскажите, обстоят дела с трудоустройством в регионе. Да, я приведу цифры. Если брать данные 2014 года, то, значит, трудоспособное население в возрасте от 16 лет до 54 – это женщины, и до 59 лет – это мужчины, то такое количество населения трудоспособного составляет 667 порядка тысяч человек. Из этого количества 12% или около 80 тысяч у нас официально не работают. То есть на такое количество людей не начисляются страховые взносы. Конечно, для пенсионного фонда это негативное явление, поскольку не поступают платежи в наполняемость бюджета пенсионного фонда. Расскажите тогда, куда обращаться гражданам в случае, если их не устраивает то, что их работодатель не трудоустраивает или же выплачивает им зарплату в конвертах? Куда людям обращаться и существует ли подобная практика? Пенсионный фонд, помимо своих основных направлений деятельности, у нас деятельность разносторонняя и многогранная, мы ведем, конечно, тоже работу относительно легализации, в рамках своей компетенции, относительно легализации трудовых отношений и, конечно, повышение поступления в пенсионный фонд страховых взносов. Здесь мы в этом вопросе тесно взаимодействуем с органами налоговой инспекции, с Министерством труда Рязанской области, с Государственной инспекцией труда. В рамках вот этой работы созданы в каждом административном округе, созданы так называемые межведомственные комиссии. Цель работы этих комиссий направлена на снижение неформальной занятости и легализация трудовых отношений, и, естественно, это мобилизация доходов во все бюджеты, всех уровней. В соответствии с поручением правительства Российской Федерации, в каждом регионе организована работа органов пенсионного фонда и органов исполнительной власти, которые именно направлены по вопросам снижения неформальной занятости и легализации трудовых отношений. В нашей области мы тесно взаимодействуем по этому вопросу с Министерством труда. Каким образом? Исполнительные органы районных уровней проводят соответствующую работу по выявлению работодателей, которые не оформляют официально трудовые отношения со своими работниками. В соответствии с проведением соответствующих мероприятий с ними работодатель заключает трудовые договора. И вот вся эта информация поступает к нам в пенсионный фонд. Мы в рамках своей работы проводим по полученной информации, проводим уже на основании своих отчетных данных факт подтверждения работы того или иного работника. Ну, наверное, стоит уже с молоду держать руку на пульсе. Куда же обратиться молодому специалисту за информацию о пенсионных накоплениях, которые они имеют на сегодняшний день? Информацию о своих пенсионных накоплениях можно получить несколькими способами. Первый – это можно прийти в органы пенсионного фонда лично. При этом нужно с собой иметь паспорт и страховое свидетельство. В этом случае наши специалисты подготовят выписку из лицевого счета и вам передадут. Второй способ – это можно письменно обратиться, и пенсионный фонд ответит на ваше обращение. И третий способ – это можно получить информацию через специальный сайт, личный кабинет застрахованного лица. В этом случае информация выдается в режиме онлайн. Не всегда граждане согласны с тем, что с ними работодатель не заключает трудовые договора, не оформляет трудовые отношения должным образом. В этом случае, если он с этим не согласен, он может обратиться либо в Государственную инспекцию труда, либо в налоговые органы, либо в правоохранительные органы, либо в пенсионный фонд. Вот по итогам этого года у нас поступило уже 7 обращений. Вот эти все обращения рассмотрены, и мы в рамках проведения рассмотрения вот этих обращений совместно с налоговыми органами проводим выездные проверки. Вот по результатам проверок у нас уже доначислено 120 тысяч рублей. Хотя эта сумма небольшая, но тем не менее, все-таки вот эта сумма тоже будет учтена на лицевых счетах работников, которые обратились к нам с таким вот вопросом. Ну, этот вопрос очень тонкий. Он, я вам скажу вот так, наверное, это чисто мое мнение. Не все же работники рискнут таким образом, да? Пойдут, напишут какое-то заявление, обратятся. Потому что проверка, она может выявить и иного рода, скажем так, нарушения у работодателей, да? После этого он понесет определенную ответственность, и работник же может пострадать, лишиться, так сказать, работы. Может быть, стоит каким-то образом успокоить граждан, сказать, что это все анонимно, и данные контактные их нигде не всплывут, скажем так. Да, конечно. Вот я уже как сказала, что к нам поступило уже, поступает вот именно в пенсионный фонд 7 обращений, все они анонимные. Но по этому вопросу мы рассматриваем любое обращение, либо по звонку, либо анонимное, то есть, либо официальное. Все, каждое обращение, оно требует своей проработки и вынесения соответствующего решения. Спасибо, Галина Георгиевна, что пришли к нам в гости. Очень важная беседа, очень важный вопрос. Его нужно озвучивать, его нужно выносить. Обязательно нужно добиваться каких-то результатов. Удачи вам в этой работе. Спасибо. Спасибо еще раз, что пришли к нам. Это была программа подробностей. Мы с вами скоро увидимся. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова